В Молдове начался новый политический год. Без преувеличения он станет одним из самых важных в новейшей истории. В стране состоятся парламентские выборы, а это значит, что все события, решения, законы и постановления следует рассматривать и с этой точки зрения. Мы давно уже привыкли, что перед каждой кампанией нам говорят, что она будет самой грязной. И если этому верить, то нас ждут скандалы, протесты, бойкот, компромат и далее по списку. Добавьте к этой смеси геополитику, и мы получим отчетливую картину предстоящего года. И все-таки, как сложится для Молдовы год 2018-й? Какие партии будут задавать тон в политической борьбе? Кто окажется в аутсайдерах? Как поведут себя главные геополитические игроки? И, наконец, что все это будет означать для развития самой страны и ее граждан? Со всеми этими вопросами будем разбираться в ближайший час. Вы смотрите Полюс, часть 1. Политика. И я представляю сегодня моих гостей, которые добрались до Полюсу. Как всегда у нас в студии самые разные точки зрения. Ну, вначале депутат парламента Анатолий Загородный, представляющий Демократическую партию Республики Молдова. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Гончарова, Ассамблея народа Молдовы, ее глава. Здравствуйте. Григорий Новак, депутат, представляющий партию социалистов Республики Молдовы. Юлия Семенова, журналист, политический комментатор, который, я так понимаю, пишет еще и для газеты Deutsche Welle. Правильно? Ну, это, да, это сайт. Нам интересно еще и эта ваша ипостась. Ну что ж, я так понимаю, вопросы главные уже озвучены. С удовольствием буду ждать от вас ответов. Ну и прежде всего, что лично вы ожидаете от этого политического года? Господин Загородный, что вы ожидаете? Каким он будет? Ну, изначально, да, давайте скажем так, что на самом деле это 2018 год, это будет очень сложный год. Сложный, я имею в виду в смысле, что пройдут парламентские выборы. И не только парламентские выборы пройдут, но пройдут по новой системе, по смешанной системе, которую избиратели должны ее изучать уже очень-очень тщательно, чтобы они не ошибались в тех избранниках, которые будут выдвигаться по этим округам. Но самое главное в том, что мы должны в этом году, несмотря на то, что этот год будет очень-очень горячий, в таком смысле политический и по разных развитиям, потому что вы сейчас, как хорошо знаете, что во власти находится одна партия, так и во главе с демократической партией. Вся ответственность на нее, оппозиция будет принимать разные критические инструменты для того, чтобы критиковать, чтобы доказать избирателям, что то, что ошибки были сделаны, что вот мы будем лучше это развивать в страну, если мы придем во власти. Поэтому этот год будет очень-очень-очень такой напряженный, очень такой сложный, напряженный, потому что власть должна довести до людей те обещания, которые вы взяли на себя, когда пришла в области во главе с правительством Филиппа. И в конечном итоге мы должны решать, несмотря на то, что будет напряженность, несмотря на то, что будет критический таким, и я не исключаю те, которые вы озвучили протесты, выводы людей на улицу для того, чтобы подогреть электорат, для того, чтобы партии, я имею в виду и парламентские оппозиционные, и внепарламентские, потому что у нас есть очень сильные непарламентские партии, я имею в виду партии, ну, давай так скажем, Майя Санду, которые являются таким оппонентом, непарламентские. Поэтому я думаю, что мы, как правящая партия, должны держаться своими обещаниями, должны держать курс европейской интеграции для развития нашей страны, для того, чтобы приблизить европейские нормы к нашей стране, и для того, чтобы мы в этом году доказали, и не только в этом году, потому что жизнь заканчивается, политическая жизнь заканчивается, пройдут эти выборы, пройдет новый год 2019, и мы должны в конечном итоге сделать все для того, чтобы люди ощущали вот эти все наши предвыборные обещания. Я вас здесь прерываю, да, потому что, да, вот еще не надо произносить предвыборных обещаний, у нас еще все-таки предвыборная кампания не стартанула. Политики могут говорить об этом каждый момент. Да, могут, но все-таки давайте мы к теме вернемся. Госпожа Семенова, каким будет этот год? Ну, он действительно будет напряжен, ничего на самом деле хорошего я от этого года не жду, потому что это предвыборный год, впервые пройдут выборы по другой системе, в которой люди вообще ничего не понимают, не знают, что это такое, но я верю тем политическим аналитикам, которые говорят, что на этом будет поставлена точка вообще в плане демократии Молдовы. У нас начинается, у нас это уже близко, уже это видно, у нас практически, вот господин Загородный оговорился, во власти у нас одна партия, у нас действительно во власти одна партия. Вы объясните людям, что у нас де-факто и де-юро, у нас все-таки есть такое понятие, как правящая коалиция. Ну да, то есть правящая коалиция, но по, так сказать... Не обижайте сейчас господина Лянко, да? Да, простите, пожалуйста. Не будем о них забывать. Скажем так, скажем так, одна партия с ответвлениями, с хвостиками, нет, было какое-то слово. И поэтому, то есть оптимизма не хватает на то, чтобы смотреть, каким будет для нас 2018 год. Что очень важно, 2018 год определит стратегию, то есть на ближайшие 4 года. И вот масса каких-то вещей, законопроекты, непопулярные, зарегистрированные в парламенте, очень спорные зарегистрированные, они не будут обсуждаться. За них будут просто, если не проголосуют этот парламент, за них будут просто голосовать парламент. Мы уже сталкивались с тем, что однажды у нас был, так сказать, парламент практически однопартийный, да? И, так сказать, депутаты просто поднимали руки. Вот, к сожалению. Поняла. Все с вами. Ольга Игоревна, вы что ожидаете от этого года? Не хочу повторяться за коллегами. Действительно, год сложный. Сложный год, не просто сложный, а такой смертной борьбы, потому что та система смешанная, которая была введена, она была введена именно для того, чтобы... Я не согласна с Юлией, которая сказала, что люди ничего не понимают, что такое смешанная система. Люди прекрасно понимают, и можно сказать, что уже на сегодня... А просто 16%? Ну, не знаю, смотря где кто опрашивал, кого. Я могу сказать одно, что на сегодняшний момент уже ведется подготовка нужных кандидатов. В рамках вот этого всего, и то, о чем мы сегодня говорили, что это будет год выборов, я хотела бы все-таки сказать, что это будет и год, столетие захвата Бессарабии и Румынии. И учитывая унионистские тенденции, которые звучат у нас в стране, учитывая ту шмекерию, по которой работает, учитывая ту непорядочные действия, по которым работает и у нас правящий альянс, и вспоминая исторические события, меня немножко напрягает понимание Сфатул Церей, 18-й год, и те события, которые, так как они разворачиваются сейчас, как могут повернуться эти события в дальнейшем. То есть есть вопросы. А у вас не успокаивают данные опроса, которые были в Румынии, там около 27% всего лишь населения, да? То есть они как раз высказались за то, чтобы Молдова присоединилась. Вот меня, например, порадовали эти результаты. И 66 против. Конечно. Вопрос, но дело в том, что... Друзья мои, давайте мы сделаем опрос населения в республике Молдова, и по любым вопросам вы увидите, что совершенно они совпадают тем, что проходит и приводится политика у нас на сегодняшний день. Поэтому опросы и решения, политические решения, которые проводит элита любой страны, это иногда диаметрально противоположные действия. То есть вы предлагаете то, что есть в Молдове, вот просто-напросто взять и скопировать для Румынии. Там тоже так вот. Народ сам по себе, власть принимает решения. Ну, народ там более активный. Это мы видели по событиям в Тимишуаре и в Бухаресте, которые проходили буквально на днях. Скажем так, гражданское общество наимного более развито. Может быть, это масштабы страны, может быть, уровень сознания, может быть, то, что там существует все-таки производство, существует добывающая отрасль, соответствующий рабочий класс, так называемый, про который мы уже забыли. То есть год, он такой разношерстный, разновекторный. И мы вообще ничего не говорили еще о наших отношениях с нашими ближайшими партнерами и экономическими, и политическими. Мы сейчас поговорим. И это тоже вопрос, который вызывает достаточное напряжение, опасность и очень много вопросов и настороженности. Благодарю вас. Я бы хотела, если вы позволите, уважаемые участники этой программы, дать возможность высказать чуть больше Григорию Новку, потому что он минут за 10 или за 15, даже там посмотрим, все-таки он вынужден уйти раньше. Мы его не отпустим. Поэтому я предлагаю вот к этому отнестись с пониманием. Григорий, ваш год, каким вам он видится? Ну, я думаю, этот политический год не будет менее критичным, чем все остальные предыдущие. Ну, я имею в виду, если учесть 20-й созов парламента. Естественно, как по мне, усилится риторика правящей коалиции или правящей партии, усилится риторика, вернее, скажем так, антириторика против Российской Федерации, дабы доказать Брюсселе и Вашингтону свою лояльность, дабы доказать то, что вот есть, видите ли, опасность в лице партии социалистов, которые вот ассоциируются у некоторых с таким грозным медведем, да, потому что вот придут социалисты и не знают, что произойдет завтра. Опять же, та риторика с танками российскими и так далее. Я думаю, усилится, опять же, вспомнит все эти кроллы, кражу миллиарда, не без этого будет. Я думаю, мы станем свидетелями разного рода уголовных дел, спишут, как по мне. Я думаю, что спишут неугодных фигур, которые так или иначе были причастны к краже века. Я думаю, всплывут разные партии, вот три года мы привыкли, что есть определенные партии, есть правые партии, партии левого толка, которые, ну, видны на политической арене в Республике Молдова, но всплывут те, которым народ даже забыл о них, да, вот появятся разные политологи, которые будут, скажем так... Как, еще больше политологов? Да, да, да. У нас, знаете, политологи, как правило, в предвыборный год, они появляются, как грибы после дождя. И начнут отравлять, скажем, информационное пространство, дабы простой телезритель, он не сможет справиться с таким большим объемом информации, который поступит, да. И тем самым, ну, ставки ставятся на то, чтобы ввести в заблуждение. Я думаю, что 2018 год принципиальный год для, скажем так, правых, скажем так, радикальных правых партий, которые вот... Ну, мы традиционно привыкли, что вот есть такое весеннее обострение с этой унири, да. В этом году оно началось раньше. Обычно она всплывает в марте месяце, так, перед 27-м числом. А тут она началась, вот мы видели, и в декабре унионисты начнут продвигать свою идею воссоединения, дабы это единственный, как бы, шанс. Вот они на этом, как бы, играют. И я думаю, что на это даже наши спецслужбы. Я почему говорю спецслужбы, я уверен. Потому что я не раз делал запросы, когда подверглись профанации наши национальные символы, начиная от флага, герба и так далее. И служба информации безопасности молчит, генеральная прокуратура молчит. Если нужна отдельная передача, я могу вам предоставить документы, когда я приводил доказательства, что вот по аналогичной ситуации в любой другой стране давно бы упекли в тюрьму. У нас почему-то все это молчат. Видимо, это кому-то выгодно. Я благодарю вас. Смотрите, какие разные моменты вы выделяли. Но, в принципе, я так понимаю, что в одном согласны все. Год будет очень непростым и очень напряженным. Ну вот, смотрите. Тон задают не просто политики, тон задают еще и руководители государства. Вот Ольга Игоревна начала говорить о геополитических, я правильно вас поняла? О проблемах, которые, как мы уже привыкли, у нас не просто... Это вообще не столько проблем, а сколько реалиях. Да. Поправка принимается, да. Ну, смотрите как. Вот спикер дает интервью. И о чем вот он говорит совсем недавно? Он выступил с идеей возмещения, да, значит, от России, денежных средств, обвинив Россию в оккупации Приднестровья. Вот как вам эта идея? Вот я просто хотела бы понять, какую цель поставил перед собой председатель парламента. Господин Загородный, как вы можете это прокомментировать? Как вы шансы? Вот на самом деле, как вы думаете? Если господин Канду это высказал, я не могу прокомментировать, потому что это его... Он высказал это все. Эта идея, потому что те аргументы, на базе которого состоялась вот эта декларация, которую он сделал, он их и привел, потому что Российская Федерация не выполняет свои обещания, свои вот это обязательства, которые она на себя брала, потому что есть истамбульские соглашения, истамбульские 99-го года о выводе войск с Приднестровья, эти военные припасы, и все, что там находится в Приднестровье. Поэтому и те сейчас моменты, которые создаются провокационные со стороны Российской Федерации, на разных областях, поэтому и довело до того, чтобы... И это привело к тому, что господин Канду высказал мнение о том, что если Российская Федерация на самом деле, она там дизлокировала свои там... Да, спасибо за поправку. Значит, это вправе делать каждое государство, которое считает, что один... Как вам сказать правильно, чтобы... Давайте не поможем вам, мы переведем. Не-не-не-не, чтобы территория, кусок, ну территория своей страны оккупирована другой страны. Поэтому есть и там... Нет, у меня только был вопрос, господин Загородный. На протяжении этих лет, с 92-го года, с 93-го года, конечно, там... Да, 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 да. У меня только один вопрос. Вот вы сказали, вот он высказал свое мнение, а вы согласны с этим мнением? Вот вы будете голосовать в парламенте, если об этом зайдет речь? Так, мы не один раз голосовали. В 2005 году проголосовали декларацию, потом приняли закон, который голосовали 101 депутат. Поэтому я согласен, конечно, согласен. Поняла. Но это не означает, что это будет если завтра, если послезавтра. Он высказал одну свою точку зрения, как это все можно, как бы, в смысле... Мы поняли, да. У меня, да, да. За 101, по-моему, голосовали о специальном статусе Приднестровья. Да, это совсем другая тема, но... ...которые предусматривали Приднестровские урегулирования. Вы знаете, господин Загородный, меня вот в объяснении... Я поняла, Юля, вам, может быть, даже вопрос, потому что, по-моему, вы участвовали в программе, когда мы говорили о неправедственных организациях. Посмотрите, что спикер рассказал в этом интервью. У него вызывают большую озабоченность увеличивающееся число и активность российских неправительственных организаций, а также усилившаяся пропаганда. Вот ради бога, назовите мне, пожалуйста, российские какие-то неправительственные организации усилили свою активность. Просто он, когда я это прочла, мне так захотелось ему позвонить и спросить, назовите, пожалуйста, эти организации. Вот просто интересно, какие у нас организации... Может быть, имелось в виду пророссийские? Нет, именно такая была. Была такая-то сама. Понимаете, у нас нету такого. Во-первых, что касается Приднестровья, извините, можно я так вот чуть выше возьму? Значит, спикер продемонстрировал свою юридическую безграмотность. Как послушаешь его, такое впечатление, что пришел русский солдат, своим сапогом раздавил, значит, эту самую замечательную свободолюбивую республику, занял в Приднестровье, засел и сидит там. А ничего, что Молдова в 92-м году, значит, подписала соглашение. И никто... Соглашение, в том числе, значит, это самое перемирие, и в том числе в этом соглашении речь идет о миротворческом контингенте. И никто ведь... То есть у нас все поднимают вопросы, давай России обратно деньги, но никто не собирается вообще посмотреть этот документ. Это первое. Второе. Уже жизнь показала, что любое действие встречает противодействие. Когда возникают... Это же не первый раз, когда лет 7 назад уже звучало такое, что Россия давай деньги. Да, понимаете, вот. То есть, понятное дело, что Приднестровье совершенно по-другому, так сказать, реагирует вообще на все это. Третье. Ребята, а вы что, посмотрите, кто служит вообще в этом ограниченном контингенте. Ничего, что там служат приднестровцы. Ничего, что там служат приднестровцы, у которых, вероятно, скорее всего, есть молдавские паспорта. Да, и российское гражданство еще есть. Вы что, во-первых, можете им предоставить рабочие места, и, наконец, господин Загородный, я вам просто напоминаю, по-моему, 905-й, 905-й год. Не надо, там, где далеко. 2005-й, по-моему, год. Когда, значит, до 9-го года, когда активно муссировался вопрос о выполнении Стамбульских соглашений, и речь шла о том, что склады колбаси нельзя трогать просто. Помню. А кто их будет охранять? Господин Канду станет с ружьем их охранять? И будет искать организации неправительственные? Ну, что касается неправительственных организаций, просто я как представитель неправительственных организаций... А давайте бы вспомнить то, что началась уже эвакуация этих, и потом остановилась. Под предлогом, что она не может быть... Может быть, виноват, потому что в крайнем... В любой момент она может... Это еще не означает, что так и есть. Потому что некоторые... День или два эшелона уехали, и начали... Я прошу прощения, я очень прошу помню. Я бы хотела, чтобы поговорили пора. И в один момент уже все. Раз, и... Ольга Игоревна, я пытаюсь вам предоставить слово. Ольга Игоревна, можно практический такой вопрос? Вот скажите, каковы шансы на то, что инициатива господина Канду взыскать деньги с Россией, она будет успешна. Как вы расцениваете? Ну, в общем-то, понятно и ясно, что начался предвыборный год. Сейчас декларация, это самое вкусное, которое может звучать в эфире. То есть сегодня мы будем слышать каждый день чего-то новое, абсолютно невыполнимое. Но оно звучит, вот в воздухе поднимаются вот этот... То есть вы полагаете, что шансов мало? Ну, вообще никаких шансов. Больше того, лично меня, как гражданку своей страны, Республики Молдова, намного больше волнует тот процент ущерба, который был нанесен он экономике страны после 2009 года, до сегодняшнего этапа, когда страна вообще развалилась, когда уехало еще оставшееся население, и почему-то поднимается вопрос о нанесении ущерба Приднестровью, в то время, когда экономика Приднестровья нравится нам это или нет. Но отдельные части экономики развиваются значительно лучше, чем в Республике Молдова, и просто пример для любителей футбола. Почему-то FIFA не играет на стадионе в Кишиневе, а играет на стадионе в Тирасполе. Это правда. Господин Новак, как вы можете прокомментировать эту инициативу? А я прокомментирую... Не то, что прокомментирую, я приведу конкретные аргументы, то, что касается риторики господина Канду, нашего спикера парламента, ну, ничего удивительного. Это, скажем так, это часть сценария, о котором я говорил в начале передачи. Я хотел бы... Я не знаю, почему, но господин спикер не говорит о соглашении, о принципах мирового урегулирования. Мирного урегулирования. Мирного урегулирования. Вот он у меня есть. Есть весь, который подписан еще господином Снегуром. Я хотел бы напомнить, вот если поэтапно, вот своим указом номер 234 от 1991 года президент Снегур, тогдашний президент, объявил собственностью Республики Молдова оружие, боеприпасы, средства передвижения, военную технику, военные базы и другое имущество, принадлежащие воинским частям Советской Армии. Дислоцирован на территории Республики Молдов. Потом, 21 июля 1992 года президент, тогдашний президент Российской Федерации Борис Ельцин и Мирчи Снегур, наш президент бывший, подписали соглашение о принципах мирового урегулирования военного конфликта в Приднестровском регионе и так далее. В котором в статье 4, часть 2 гласит «Вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее этапного вывода будут определены в ходе переговоров между Российской Федерацией и Республикой Молдова». Практические шаги по выводу этих войск и боеприпасов, конечно, синхронизированы с преднестровским урегулированием. На сегодняшний день у нас ситуация такова, что, скажем так, мы, Кишинев, периодически кидаем такие отравленные стрелы в сторону Приднестровья. Мы почему-то на Приднестровье смотрим, как на кусок земли. У нас есть, оказывается, претензии только на территорию. Но там же наши граждане, там же наше молдаване, это такие же люди, как и мы. Поэтому пока будут официальные власти Кишинева вот таким образом, скажем так, может быть, грубо говоря, плевать в сторону Приднестровья, это никогда не решится. Давайте так, не будем никуда плевать. Второй момент. Скажите, ваш план действия по урегулированию Приднестровского там действительно очень большое количество боеприпасов, они невывозимы. Их опасно вывозить. Потому что если рванет, будет слышно до Брюсселя и Вашингтона, не дай бог. И, к сожалению, вот такие политические деятели это не понимают, чем это опасно. Вы считаете, это заявление опасным? Это очень опасное заявление. Это никак не сближает Тишинев и Москву. Да, вот Ольга Игоревна говорит, что понимают. И Тираспольском числе. Конечно, да, полностью согласен. Было важно уточнить. Ольга Игоревна говорит, понимают. Ну, естественно, понимают. Получается, понимают тогда, чего хотят. Ведь понимают, что денег никто не даст. Что хотят? Это понятно, естественно. Просто нужно, так сказать, зафиксироваться и застолбить свою позицию, что мы полностью сориентированы на европейскую интеграцию. Но, к сожалению, наши политики не понимают, что вопросы европейской интеграции и вопросы сотрудничества с базовыми партнерами могут как-то совпадать. Что если, знаете, против кого мы будем дружить? Против кого мы будем дружить? Вот выбирается, а давайте мы будем дружить против России. И в данном контексте это достаточно глупо, но это политика, и это те, так сказать, базовые принципы, которые выбрала для себя демократическая партия, представителем которой является господин Канбер. Поняла. Вот даже судя по нашей беседе, я понимаю, что будет нас ждать весь следующий год. То есть... Да, не учитывая, что мы с Юлей не являемся членами партии. Нет, просто давайте, Людмила, давайте. Нет, секундочку, я задам. Почему тоже? Вы же высказывались по этому вопросу. Я никого не обижала. Из того, что высказались коллеги в истории, я могу как бы тоже что-то сказать. Да, послушайте вопросы, потом вы непременно все это вместе. Да, то есть, исходя из нашей дискуссии, я хочу сказать, что ни у кого практически нет сомнений, что именно геополитическая риторика будет преобладать. И как бы, как многие считают, что демократы как раз будут говорить, что у нас слишком велико влияние России, социалисты будут говорить, если я правильно понимаю то, что они до сих пор, по крайней мере, говорили, о том, что все делается по указке Госдепа, и все делается из-за того, чтобы понравиться ей. Даже Ольга Игоревна вот эти моменты сейчас сказала. Нет, Людмила, вопрос в другом, чтобы меня поняли правильно. Вот то, что происходит на сегодня, сегодня это элемент всей этой цепи, которая началась все еще в мае месяце, начиная от объявления персона Минонграда ряда дипломатов, которые с посольства Российской Федерации, потом последовал так называемый закон о запрете русской пропаганды, потом с Рогозином, потом вот вся эта цепочка. Вначале с Рогозином, потом запрет пропаганды. Есть и хронологические. Давайте оставим этот вопрос, потому что, Григорий, мы жители этой страны, являемся патриотами этой страны, и нельзя допустить того, чтобы один политик другой страны назвал нас так низко, унижал наш народ, политиков и все вместе. Давайте это оставим. Ну что, дипломаты с посольства России тоже взяли? Да, там есть свое дело, есть там СИБ, есть, которые там знают свое дело, и они это сделали аргументированно. Анатолий, СИБ не пропускает революционного революционного рапорту. Он назвал публично в Тфитере, повсюду нас очернил. СИБ не замечает, оставь его в покое. Анатолий, СИБ не замечает элементарная опасность, которая, вот указано на опасность, они закрывают глаза. Геополитическая будет предвыборная, выборная кампания. Будете ходить вы и сказать, мы за Москвой, и будет другая половина, которая скажет, мы за евроинтеграция. Не надо, потому что мы политики должны консолидировать общество и сказать, что мы за Молдову. Мы должны дружить и с теми, и с теми. Вот тут я с вами согласен. А почему это не делаете? Я тебя не перебивал. Почему это не делаете? Я тебя не перебивал. А у меня есть предложение. Давайте на вы. Я прошу прощения. Давайте на вы. Я вас, коллеги, в эфире давайте вы. Поэтому надо говорить четко и ясно. Потому что мы политики, мы должны консолидировать и наше общество и сказать, люди добрые, мы за Молдову, давайте жить дружно и с теми, и с теми. Но сейчас есть правящая коалиция, которая проголосовала за вектор евроинтеграции. Придете вы во власти и снимете этот вектор. Что? Но сейчас мы должны... Но сейчас мы... Какой смысл? Так спросите у них, какой смысл? Они же говорят, что придут во власти и будут доносировать это соглашение. Сколько ни говори халва, в рту слаще не будет. Поэтому я закончу по Приднестрове то, что вы говорили. Вы очень хорошо со стороны видите, но декларация господина Канда исчет один толчок для того, чтобы возобновить эти переговоры по урегулированию Приднестровской проблемы. Это одно. Первое. Второе. Надо, надо... Вот, господин Дадон, сколько раз в Москву ездил? Я ни разу не видел, чтобы он приехал туда с планом, чтобы этот вопрос поставил на повестки дня там в Москве. Господин Загородный, мне даже не... Секундочку, а это разве с Москвой только обсуждается? Нет, ну я говорю... По-моему, у нас есть формат 5 плюс 2, нет? Большинство... Или вы забыли... Или есть формат Демпартия и все остальные? Нет, форматы остальных фирмах. Нет, я прошу прощения, насколько я знаю, за вопросы урегулирования, за вопросы Приднестровского урегулирования отвечал в том числе и господин Осипов. Да? Который, как мы знаем... То есть все эти годы эти посты занимали представители Демократической партии. А президент, как вот, к сожалению, должна искать полномочий, то вы с каждым днем все больше и больше урезаете. Я прошу прощения, должна предоставить возможность высказаться. И уважаемый дам, Ольга Игоревна, вы все время спорили, когда говорил господин Загородный. Почему? Нет, я не могу спорить, когда человек говорит. Нет, я видела, вы даже говорили. Вам удавалось иногда даже встрять. Дело в том, что происходит то, что происходит всегда. За пару месяцев до выборов правящая коалица начинает говорить о том, что у нас за Молдову и что, в общем-то говоря, нужно еще немножко времени для того, чтобы реализовать те планы и идеи, которые нужно реализовать. С 2009 года, слава тебе, Господи, было уже 8 лет для того, чтобы хоть что-то сделать для страны, хоть вернуть назад газарбайтеров, хоть поднять уровень экономики. И сейчас, если все перечислять, то пальцев не хватит не только на руке, но и на ноге. Ничего практически не было реализовано, и поэтому сейчас достаточно смешно звучит вопрос о том, что нам нужно еще последующее время для того, чтобы претворить в жизнь в то, что мы обещали в наших предвыборных обещаниях. А вообще ничего не реализовано. Поэтому, второе, говоря о вопросе геополитического, это самое простое. Сейчас сказать, одни голосуют за Россию, а другие голосуют за Европейский Союз. Когда в реалии это совершенно не так, и, по сути дела, это только политическое заявление. На сегодняшний день невозможно в том состоянии, в котором находится Молдова, в той геополитической зоне, в которой она находится, говорит, что мы можем развиваться только в одном направлении или только в другом. Ольга Игоревна, у нас уже последнего советника последнего села уже избирают, исходя из геополитики. Я уже не говорю о примарах, это грустно, это грустно, что у нас гражданское общество. Это факт. Мы сейчас хотим так, чтобы это не было. Но мы говорим, что это плохо. Это плохо. Конечно, я же говорил, мы политики должны консолидировать и общество через эти места. Надо было консолидировать. Вот, например, 8 лет. А политика как ведется? Каждая партия ведет свою политику и смотрит на свои воли. Есть ли дидерс, и уже 15 раз был на связи, и говорили, что мы придем в власти. И это все, это отклоненность. Отклоненностью близки. И где вернулись с украденным миллиардом? А что, о declare? В вопрос в том, что вы знаете, что миллиард в Брюсселе? Я не говорю, что миллиард в Брюсселе, я не говорю, что его физически перевезли в кармане. Я говорю, о чем мы говорим? Вы рассказали про миллиард, что в Брюсселе ходит за миллиардом. Я не говорю о том, что в Брюсселе под флагом Евросоюза в ее связи. Я хочу сейчас сказать другое. Я слушаю, вот КСМ Загородний так хорошо говорит, могу подписаться на каждом. Вот прям душа радуется и сердце поет. Но начинаю вспоминать, когда говорят про волю народа, вспоминать про те референдумы и про то, что когда, знаете, вот столько вопросов было, когда вот спросите народ. Про ту же конституцию, которую вы хотите внести, да, евроинтеграцию как вектор, спросите народ. Про язык, спросите народ. Понимаете? Про многие вещи. Вы же ничего спрашивать не хотите. А сейчас сидим и говорим, вот мы за народ. Так мы тоже за народ. Кто не за народ? Все за народ. Подписали соглашение по ассоциации, кого спросили? Никого не спросили. Ну ладно, давайте так. Вы говорите про предвыборные обещания. Вот я не знаю, тема евроинтеграции, с вашей точки зрения, будет одной из главных у наших центристских и у наших правых партий? Как думаете? Конечно будет. Юля, почему? Это будет номер один тема. Даже несмотря на то, что вот у нас уже люди столько лет видят непосредственные результаты и много было обещаний. Мне даже неудобно некоторые напоминать. Клянусь вам, выписала? Мне стыдно. Вот сколько раз обещали, что, значит, Молдову ждет большое европейское будущее. Господин Лупу в 2018 году клялся, есть цитата, вот клянусь вам, зачитываю, что до 2019 года, получается, в 2018, когда Румыния будет председать в СОЦ ЕС, сделать все возможное, провести информационную кампанию, а также принять необходимые политические решения, чтобы Молдова получила статус кандидата на присоединение к ЕС. Ну, Людмила, во-первых, это из области фантазии. Согласен, вы считаете, цитируете. Это выдаваемое, желаемое за действительное, потому что на сегодняшний день совершенно не зависит в данном моменте, что решит Молдова по поводу евроинтеграционных процессов. А вернее, Молдова ничего не делает для того, чтобы тот курс, который был объявлен на евроинтеграцию, реально применялся. Юридическая система, борьба с коррупцией и, опять же, дали по списку. И поэтому говорить о том, что Молдову завтра захотят принять кандидатом, это абсолютно исключается. Ну, может быть, будет как-то скорректирована позиция, я не могу вот, да, тоже... Ну, вот, например, демократы, вот вы, давайте так, чтобы господин Загородный не обижался, я сейчас буду ему немножечко так вот подыгрывать. Господин Загородный, представьте себе, вот сейчас будете вы в предвыборной кампании, писать себе бумажку, да, то есть, и вы же будете вот зачитывать людям. Да, может быть, вы как-то аккуратнее про евроинтеграцию напишите, а? Вы знаете, аккуратно было написано в уставе по КРМ за евроинтеграцию, когда нас критиковали, что мы ушли из ПКРМ, вот вы выступаете. Я говорю, а что мы выступаем? У нас в уставе партии коммунистов тоже было написано, мы выступаем за евроинтеграцию. Так что это может и записать там любой, как вы сказали, любой политик может делать любое заявление. Это политическое заявление, это было сделано, уже было прокомментировано, то, что говорил тогда господин Лупа и каждый партий. Я согласен с вами, что сейчас выйдет и скажет. На самом деле я не согласен с госпожой Пенчаровым, потому что вы уже несколько раз утверждаете, что не было ничего сделано за это время. Я могу сказать за это полтора, 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 не, давайте смотрите статистику. Статистика говорит, давайте мы уже возьмем некоторые моменты, которые уже есть и рост экономики, и рост ВВП, и рост многих отраслей. Да, мы еще не говорим о тех достижениях, которые мы тоже согласны, но есть еще недоработки, но не надо говорить, что ничего не было сделано, ничего не было сделано. Было сделано очень много, и очень много законопроектов было проголосовано в парламенте даже нашими коллегами, социалистами, которые даже по борьбе с коррупцией, даже по пакетам деинтегритати, законопрокурору, и много-много-много. Юля, что вы почувствовали? Не говори, что это не было. Другой момент, что эти законы должны работать. Вот сейчас, вот этот парламентский... Вот Юля подключается, а потом Григорий... Сейчас уже было принято решение бюро в конце года, с 2017 года, то уже мы в комиссии, уже три вот этих госучреждения заслушали на комиссии, и разные профильные комиссии, уже начинаем контроль парламентский, для того, чтобы эти законы были исполнены и внедрены в общество. Это кошмар, все испугаются и тут же начнут выполнять. Вы знаете, что... Юля, если можно корня, то что... Это не надо, мы не делаем это с испугом, мы делаем для того, чтобы эти законы работали и не были только на бумаге. Это разные вещи, потому что те реформы, которые были начаты и сейчас уже доведутся до конца, это посмотрите, что будет теперь. А можно я сейчас сформулирую главный закон, если я прошу только одно предложение? Можно я сейчас сформулирую главный закон, господин Загородный? Знаете, не красть. Вот выполнять только этот закон, не вы конкретно, да? А вот те, кто имеет доступ. И больше ничего не надо. Вот точно говорю. Вот Юля добавляет. Мы сейчас Конституцию напишем. Закон пишем в форуме. Один. У нас такого не было, я не знала вообще когда. Понимаете, и когда, значит, то есть для одних закон писан, для других не писан, а вообще голосовать не мешки таскать. Но, понимаете, вот что, вот вы говорите, статистика, у нас статистические данные. Господин премьер-министр говорит о статистике, о росте. Ребята, все это супер. Понимаете? Но мы живем здесь и сейчас. И хочется жить достойно хотя бы. Понимаете? Когда, когда человек обычный, не имеющий доступа в высокие кабинеты, будет чувствовать, во-первых, свою защищенность государством, а у нас этого нет. И какой-то нормальный, он будет получать какой-то нормальный уровень жизни какой-то достойный. Понимаете? Хоть немножко лучше, чем сегодня. Тогда уже можно говорить о том, что что-то делается. А пока, вот спросите, давайте выйдем любого, спросим на улице, вот любого прохожего. Спросите здесь в студии. Да. Понимаете? И вам скажут, жить стало невозможно. Вот невозможно. Господин Новак. Ну, во-первых, у нас так громко говорят о евроинтеграции, что забывают говорить о том, что такое евроинтеграция. Евроинтеграция – это не вхождение в Евросоюз. Под вот такой хороший обложек. Евроинтеграция – да. И когда начинаешь изучать это понятие интеграция, что такое интеграция? Это не вхождение. Сами европейцы говорят о том, что в ближайшие 10-15 лет мы туда не попадем. А мы, ну, скажем так, англичане туда выходят, а мы туда стремимся. В разных странах мы видим эти конфликты между ЕС и Грецией, между ЕС и Болгарией. То есть противостояние есть. Сколько будет еще этот союз, бог его знает. Но то, что он плавно идет... То, что давайте поругаемся со всеми остальными, вот это я немного чувствую. Насчет качества реформ. У нас вот Евросоюз, может быть, это, скажем так, не самое подходящее слово, но, к сожалению, наши европейские партнеры действуют по принципу «сукин сыну наш». Вот выделяют деньги. Реформа юстиции, оптимизация карты судебных инстанций, прокуратура. Даже вот коллега Загородный заговорил о законе прокуратуры. А что, мы поменяли конституцию? Поменяли, да? У нас значение прокуратуры. Да, поменяли. Здесь господин Загородный прав. И Судебный прав. Особенно вы скромны. Вот есть закон о прокуратуре, есть закон, ну скажем так, реформы в судебной системе. Так секундочку, мы чего добивались? Чтобы правосудие было поближе к человеку и были подальше? Вроде бы четко и ясно говорили всегда, что поближе к человеку. Но по сути, мы отдалили его от правосудия. О качестве реформ молчим. Потому что надеяться на то, что судья, который привык воровать и брать взятки, ему повысить зарплату, он перестанет брать взятки. Ну это надо быть как минимум наивным. Сырые обещания, которые слышим еженедельно, если не ежедневно, что вот дайте нам денег, мы сделаем вот это, вот это. А когда делают ретроспективу того, что сделано и того, что обещали сделать, то все схватились за голову. Как по мне, я считаю, что по крайней мере наши европейские партнеры немножко неправильно себя ведут по отношению Республики Малу. Но нельзя давать деньги тому, кто ворует. Нельзя. Категорически нельзя. И вот под этим флагом, махая флагом Европейского Союза, и свистнули этот миллиард из судебной системы. Видели реакцию? Да нет, бог его знает. Все так молчат. Пару реакций там бывшего посла Германии, как его Майера, да? Было пирко-тапиола что-то сказал, и все, тишина. А с другой стороны, вот все эти обнимашки в Европе, что вот мы пойдем, и такие лозунги красноречивые, что мы на правильном пути, мы идем в Европу, завтра по Днестру. Господин Новак, давайте так, давайте я скажу два слова. Он убежит, пока я не расскажу. Значит, никто не отрицает, что было это сделано. Да, увели, вывели. Это наша не только политическая, но это наша трагедия. Да, наша политический класс, трагедия произошла в смысле, украли те, которые были тогда. Они и сейчас углазили. Так они и сейчас углазили. Ну давайте, я вас не перебиваю. Они с 2009-го были, Анатолий. Сейчас правительство Филиппа, с 2016 года, за который я проголосовал, пришли и начали с нуля практически внедрять доверенность к нашим партнерам европейским по развитию. Да нету доверия. Есть сейчас финансирование. Есть сейчас финансирование в разных отраслях, только под проектами разными. Но я хочу такой риторический вопрос. Скажите, пожалуйста, какую помощь мы получили от наших партнеров с Российской Федерацией? А вы... Потому что до сих пор мы получаем... Как мы там не получили? Как вы там не опритиковали? Как вы там не... Деньги давали за антироссийскую риторику? Почему мы не хотим? Оттуда на трогах, на водопроводах... Анатолий, скажите, пожалуйста, вы хотите... Понимаете, вы хотите еще финансирование? А вопрос с стороны как? Не, молодцы. Почти миллион наших молодовских граждан работают в Российской Федерации. И вы скажите спасибо, что Российская Федерация еще не принимает зеркальные меры по отношению к Молдове. Это благодаря... Предпринимателей, их рынкам и разными всякими моментами. Благодаря отношению президента Дадона и Путина. Потому что если приняли зеркальные меры по отношению к Республике Молдова... Я не слышал, что было какое-то соглашение о помощи финансовой для развития страны. Да это правда. Я-то хотел сказать, на развитие страны, не на развитие, не на кого-то там... Да, я предложила вам сразу, я знала, что это будет долго, поэтому... Чтобы позвонил и давай пропустите это экономическое агенту, чтобы он вывел туда яблоки на рынок. Давайте того виноград. Господин Загородный... Чтобы все ощущили, они не только разные ваши... Зрители уже вас не видят, но у нас по-прежнему в страсти. Будем экспортировать. Спасибо, господин Новак, за участие в нашей программе. Экспорт в Европе вырос. Давайте так, господин Загородный, вот... Я пробил Грецию просто... Обещайте мне, что когда придете домой, увидите на сайте, посчитайте, сколько говорили вы, сколько говорили остальные. Вот вы страшно удивитесь. У меня, знаете, какой вопрос волнует? А вообще вот этот предвыборный год будет заниматься правительство нашей экономикой? Вообще кто-то будет заниматься экономикой? Смотрите, мы обо всем поговорили, да? А народу-то, в принципе, знаете, ему кушать хочется каждый день. И поэтому вот мне интересно, Юля, как вы полагаете? Вы знаете, вот чем всегда хорош любой предвыборный год? Вот любой предвыборный год, вдруг власть смотрит, а там есть народ, они же должны за нас голосовать, мы же должны где-то отчитываться. Ну, понимаете, они до выборов населения, после электорат, как-то вот так, да. Ну да. И, значит, делаются какие-то реальные шаги, там, я не знаю, наверное, может быть, там немножечко снизятся тарифы, может быть, еще что-то может. Выполагается, да? Да, скорее всего, скорее всего. Ближе туда вот к осени, сейчас они снизятся, а потом ближе к осени снизятся тарифы на газ, за которые мы переплачиваем в два раза. Сто процентов снизится. Поняла. И, понимаете, и вот такие вот, вот будут такие, знаете, такие шаги социально-экономического характера. И к тому, чтобы вот к концу ноября или декабрю уже электорат уже знал, что вот все-таки что-то делается, и за этих ребят надо голосовать, за них надо держаться. Поняла. Ольга Игоревна, вы ожидаете каких-то таких вот? Ну, я хотела вернуться к господину Загороднину, к его фразе. Да, не вернуться к господину Загороднину, а вернуться к тому, что он сказал. Никто не сомневается, и явно и очевидно, что финансирование со стороны Европейского Союза идет. И без этого, собственно говоря, бюджета бы не было страны, потому что бюджет страны практически до 70-80% формируется из полученных денег. Вопрос идет о том, что Европейский Союз не дает деньги. Вопрос идет о том, что эти деньги разворовываются представителями власти, а если не разворовываются лично, то покрываются те, кто эти деньги ворует. И в этом большая трагедия нашей страны. По поводу ожидания экономики. Будут заниматься экономикой? Ну, собственно говоря, то, что сказала Юля. С одной стороны, есть бюджет, который нужно выполнять. С другой стороны, реорганизовано правительство, которое должно, скажем, каждый министр должен выполнять свои функции. С третьей стороны, конечно, будет информация о том, что у нас ВВП безумно растет. У нас очень легко рост ВВП, и у нас очень легко показатели сделать, потому что если у нас нет ни одного трактора, а собрали один, то 100% прирост. Понимаете? То есть здесь... Ну, инвестиционного бума не ждать. Инвестиционного бума уже давно не ждать, потому что... Они же обещают же, вы так говорите. На сегодняшний день инвестиционный климат в Республике Молдова отвратительный. И то, что у нас происходит, это видят наши инвесторы. У нас, по сути дела, если бы вы посмотрели DCFTA, отчеты, которые происходят, то там, по сути дела, работают только те предприятия, которые полностью на иностранном капитале и которые экспортируют в страны Европейского Союза, потому что учредители оттуда. Вот и все. Вот это экономика. Поняла. Господин Загородный, по экономике вы хотели минуту. Больше не дам. Пожалуйста. Конечно, правительство будет работать. Конечно, все министерства будут работать, потому что не зря было сделано вот это пере... Реформа правительства. Не-не-не-не-не, я имею в виду, что поменяли министров. Я в этом смысле, потому что все эти технократы сняли политического смысла, чтобы во главе каждого министерства были профессионалы. А не то, чтобы потом сказали, что вот они занимаются политикой, они занимаются своим делом. Надо исходить из того, что это будет год, который, несмотря на то, что он будет, как мы изначально говорили, напряженный, будет очень такое геополитические... Ну, это вы уже повторяете. Но правительство будет работать, потому что политики будут заниматься, политик-кандидаты будут заниматься своими предвыборными месседжами, а правительство будет работать, экономика будет расти и посмотреть, что будет хорошо. Ну, слава богу. Юлия, пожалуйста, вам минутку еще. Не надо говорить, что все плохо. Это будет год, когда из Молдовы уедет еще больше людей, когда останется еще меньше молодежи. И это будет год очередных разочарований, к сожалению. Вот прям к сожалению. Спасибо. И вам очень коротко. Если что-то не успели сказать по поводу года... Могу сказать, что год, то, что сказал и коллега, и Юля, но в любом случае это год продолжения жизни в нашей стране. И если господин Загородник сказал, что правительство будет работать и днем, и ночью, то я хотела бы сказать, что хочу пожелать всем своим согражданам не просто быть бдительными, они должны знать, что в этот предвыборный год, даже год выборов, каждый отвечает за то, что он сделает. И поэтому последующие разочарования будут зависеть от того, насколько они снова доверятся власти. А мне остается только сказать вам всем спасибо за то, что вы пришли за эту жаркую дискуссию. Она, по-моему, отражает и настроение в нашем обществе. Я благодарю вас за участие в первой части программы под названием «Политика». И напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей. Сразу после мы продолжим. В эфир выйдет вторая часть программы «Люди». Вас ждет комментарий председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова по поводу инициативы либералов по выходу из СНГ и инициативы Канду о выплате России ущерба от российской оккупации. И сегодня нам удалось до него дозвониться, поэтому я предлагаю вам все-таки остаться у экранов, непременно этот комментарий посмотреть. А затем мой коллега Илья Киселев представит вам свою рубрику «Человек недели». Скажу по секрету, это не политик. Но все подробности позже на Акчен ТВ на полюсе. На прошлой неделе самыми громкими заявлениями отличились либералы, которые продвигали свою инициативу о выходе Молдовы из СНГ, и спикер Канду, который выступил с идеей взыскания с Россией долга, как он выразился, за оккупацию Приднестровья. О том, что думают по этому поводу российские официальные лица, мы сегодня узнали у председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова в комментарии специально для программы «Полюс». Леонид Иванович, большое спасибо за то, что согласились комментировать для программы «Полюс». И, конечно же, первый вопрос таков. Что вы думаете по поводу инициативы молдавских либералов относительно выхода Молдовы из СНГ? Чем это грозит прежде всего нашей стране? С моей точки зрения, это грозит по последним материальным производствам, которые имеет Молдова. Вот и все. Только, видимо, не особо Запад там стремится купать что-то. А что же касается СНГ, то оно дает определенные, в этом смысле, преимущества, от которых даже Украина не отказывается до сих пор, по всей ее враждебной риторике, и ниоткуда не выходит, и не порывает в этом смысле соглашение с присутствием в качестве члена СНГ. Если же у вас ваши молдавские политики настолько безголовы, что готовы сегодня остатки того, за что еще держится население, порвать в клочья, то завтра их также порвут в клочья собственные граждане. Как это они уже один раз сделали на президентских выборах, я думаю, что, скорее всего, им предстоит пережить этот базор еще раз, но уже последний, перед тем, как убежать на Запад, на Украину. На днях председатель нашего парламента Адриан Канду дал интервью, в котором прямо заявил, что Молдова задумывается о том, чтобы предъявить России некий счет за то, что она, якобы, по его словам, оккупировала Приднестровье. Что вы думаете на этот счет? Знаете, мне приходится каждый день глупости комментировать, какие же репарации требовали недавно Польша, Прибалтика и от Германии, и от России. То же самое было со стороны Украины в отношении к России, которая почему-то решила потребовать таких же репараций, хотя она находилась недавно в одном государстве с Россией. Но в данной ситуации это примерно из той же самой сферы глупость, и мне ее неудобно даже комментировать. Это попытка, может быть, каким-то образом обмануть собственное население каким-то фиктивным врагом, но и то это уже не проходит, мне кажется. Потому что западные политики давно поняли, вот я вам говорю, и перед Германией требуют таких же репараций за ту самую войну, за которую она их уже выплатила. Но в этом смысле или ты там западные не проведешь этими эффективными требованиями, ну, может быть, на собственное население, в том числе, и на то, что не разберутся сразу. Но я в этом смысл. Да, потому что я не вижу иного смысла, кроме как сотрясания воздуха. Леонид Иванович, большое спасибо за то, что согласились отвечать на вопросы программы «Полюс». До свидания. Зима. Настоящая зима со снегом, которая наконец-то пришла к нам на прошедшей неделе, принесла не только радость детям, но и проблемы тем взрослым, которые по своим делам были вынуждены пуститься в путь по заснеженным дорогам нашей страны. Не для всех из них эти поездки прошли гладко и без приключений. Некоторым из них в дороге понадобилась серьезная и своевременная помощь. И они получили ее от человека, которого мы вам сегодня представляем. Знакомьтесь. Человек недели на Акчен-ТВ Максим Чумаш. Это не погода. Мы следили за метеосводками, ждали снег. Я фотографирую Молдову, и последние года в Молдове снег – это довольно-таки редкость. То есть мы этот снег ждали. И как только утром я увидел, что все заснежено, я понял, что нужно сесть в машину, поехать по Молдове, словить красивые кадры. Видео, появившееся на прошлой неделе в социальной сети, на котором Максим Чумаш помогает водителям на заснеженной дороге, стало одним из лидеров по просмотрам, перепостам и одобрениям зрителей. И неспроста. Далеко не каждый из нас способен на то, что сделал Максим. Не жалея ни себя, ни свой джип, заниматься буксировкой попавших в заносы микроавтобусов, автомобилей и даже грузовых фур. Увидев то, что совершил Максим, мы, конечно же, захотели встретиться с ним. Мы просто поехали по трассе в сторону Бендер. По дороге очень много было аварий, сносов. Ну, идея, ну, как не помочь людям? Если ты располагаешь, у тебя хорошая машина, тебе это ничего не стоит. Как не помочь людям? Это же просто легко взять, дернуть. Одну машину вытащили из кювета. Видел радостные лица, что вот просто остановились, помогли. Скажите, Максим, а почему вот у нас как-то вот так вот не принято помогать людям на дороге? Очень часто можно видеть, когда стоит машина, что-то случилось, а другие проезжают мимо, не останавливаясь. Ну, для меня, если честно, загадки, я даже по многим комментариям читаю, что для многих в Молдове у нас на удивление, вот как это так можно просто помочь? Ну, а как не помочь, если человек попал в беду, а для тебя это ничего не стоит? Ну, вот вчера даже был пример. Мы там бус вытаскивали, рядом приехал тоже большой джип. Они просто взяли, приехали на скорость и все. Ну, я не знаю, то есть я считаю, что надо начинать с нас самих. То есть если каждый человек будет что-то менять, поменяется и стране, и общество станет лучше и добрее, к чему надо стремиться, наверное. Ну, приятно, приятно. Надо делать добро, добро возвращается добром. Почему-то принято считать, что герои – это люди, хорошо известные всем и каждому. Но очень часто мы не знаем, что те, кого по праву можно назвать героем, каждый день находятся рядом с нами. Это был проект «Человек недели». Каждый понедельник в программе «Полюс» на Акчен-ТВ наш рассказ о самых известных и заслуженных людях нашей страны. Каждый месяц по итогам опроса телезрителей мы будем определять человека месяцем. А в конце года – по итогам вашего голосования «Человека года». До встречи через неделю. Тем временем страна жила своей жизнью. И пока политики спорят и доказывают, что именно они знают все нужды и чаяния народа, мы по-прежнему интересуемся, а что думают про политиков и их решения сами люди. Как оценивают их поступки, разбираются ли в их истинных мотивах. Съемочная группа программы «Полюс» работала в центре столицы и задавала нашим гражданам один вопрос. Что они думают об инициативе либералов по поводу выхода Молдовы из СНГ? И так говорит страна. СНГ «Полюс» Это парк Египпо? Не, не, не. Египпо, он вообще, если бы ему предложили соединяться с Румынией, он бы дал добро. И там бы и жил, и все отправил бы туда. Здесь бы разворовал. И так-то разворовали, все отправил туда. Не, не. Это большая глупость. Надо дружить с СНГ. Это какие проблемы, которые в общем-то не очень важны для перевода. Например, проблемы с лимбой, проблемы с предыдущей, что мы департаментами. Это очень резонанский момент. Ну, с Россией надо, братцы, сестры, все живут, родственники, все живут хорошо с друг с другом. Но не командуют в их немдоме. В последние годы, которые мне-то доведут, что мы не имеем никакого использования для этого контракта. Маймут, с Европой, мы имеем больше отношения с Румынией, чем с страной. СССР. Это мой вопрос. Когда мы получаем, если мы получаем курс европейный, мы должны идти на курс европейный. Не в двух или в трех партиях. Результаты, у нас нет. Я, в противостоя, для того, чтобы быть с СССР. Потому что, в Европе, мы не будем делать, но жизнь и с маленькой. Другие вопросы не будут. Потому что, не до этого, 25 лет, только фуру, фуру, фуру. Русия, это страна, которая будет подойти к стране, которые имеют какой-то отношения с ее. Но, в то же время, кто знает, что будет в будущем. Так что, если бы у вас был потенциал, так сказать, партнер, очень большой и сильный для Молдова, это не будет проблемой. В России, тысячи молдововщиков работают на строя. Я, вот сколько езжу с автобусом и самолетом. Я, например, один еду в санаторий, а все остальные едут только работать. И на Кавказ, и в Анапу, и в Геленджике, и в Сочи, и в Краснодар, везде. И вся Московская область тоже самая. Одни молдаване работают, и еще украинцы. А если все это выйдет, то Путин перекроет, или там другой президент будет после 18 марта. Нет, я не Strand, но мы не можем. Видите, что это все, которые мы возвращаю назад, даже наши продукты, которые шли в Росеи, и возвращаются назад. Это Европа сейчас, да, как и со мной мы, что мы взыскали. И Европа, мы с нами не уничаем. Мы вернемся с себе, не с нами. Мы должны быть пастые, потому что это азватика, и они у нас больших проблем в отношениях, потому что мы в России в Росеи, и, конечно, у нас депидим от России, и от России. Так что это моя премовано, потому что мы в мордове, и вот, наверное, не принимаем проблемой экспортной мерами. Если наш президент очень сильно хочет быть в СССР, я не знаю, я против СССР, как в СССР. Мы, если мы с Европейским, хотим у нас нормальная жизнь, мы не хотим с СССР. А если не скажу, что это инкоррект, что не хотим, то это возможно. Но и связи с коммерцией и так далее, экономической, это нормально. СНГ нам дает возможность торговать с ними и быть в мире и защита этого. Большая и конкретная, а не развод, как Евросоюз предлагает. Вы видите, они экономически развитые. Надо к экономически развитым странам подбиваться, а не к тем, которым мы не нужны. У нас история связана с Россией. Понимаете, я считаю, что рвать с Россией отношения нельзя, это неправильно. Потому что мы и так плохо живем, мы будем жить еще хуже. Мы Евросоюзу не нужны. Они просто смеются над нами. И все. Потому что мы бедные, мы очень бедные. Я считаю, надо поднять экономику Молдовы, присоединяясь к странам, которые экономически более развиты, которые все-таки ближе нам по духу. Вы смотрели программу «Полюс» – политика, люди, страна. Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей. А те, кто были и так хорошо знакомы, возможно, раскрылись и с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю. Только для того, чтобы вновь встретиться на «Полюсе». Ведь мы с вами на одной стороне. Продолжение следует...